Чехлы на барахолку. Все чехлы в единичном экземпляре и не все из них попадут в объявление. Я засниму все, а там какие выложу, какие нет. Значит, первый чехол опинель. Опинель. Из какого-то материала под кожу. Здесь мы видим значок вытесненный в опинеля на липучке. Очень стильная агрессивная липучка. Сзади петля на ремень, карабин металлический. Для небольшого опинеля, у меня нет ни одного ножа, но, скажем, 12 см, 11 см должен подойти. Может быть, десятка. Так, второй чехол опинель покрупнее. Из такого брезентного материала. Здесь металлическая кнопка, на ней значок опинеля. На магните держится, но довольно жестко. Она так вот защелкивается и крепко держится. Очень крепко. Значит, для габаритов. Вот свистул. Свистул у него, викторинок свистул, спокойно в него помещается. Еще остается даже в запас. То есть, автоматически можно сделать вывод, так давай на толстый, что он подойдет для крупного мультитула. Но, в принципе, конечно, это же для какого-то ножа опинель. Сразу говорю, что таких же габаритов 11,5 см является Лизерман Сурдж, Лизерман Супертул 300. Поэтому, когда я в какой-то чехол помещаю свистул, значит, автоматически считайте, что Лизерман Супертул и Лизерман Сурдж также помещаются аналогично вместе с ним. Мут чуть-чуть длиннее на сантиметр, но здесь в этом чехле есть запас, то есть он подойдет для Лизермана мута. Но вообще, опять же, ориентируйтесь, что это опинельевские чехлы. Следующий чехол Лизерман, нейлоновый, новый, тоже новый, для крупного Лизермана. Опять же, для Супертула, для Сурджа, для мута. Сзади есть у нас система крепления на ремень, как горизонтально, так и вертикально. По бокам, как у Лизермана, приняты резиночки с двух сторон, на липучке. Есть дополнительный карманчик тут и есть карманчик еще большой для бит. Вот, берем опять же свисту, видим, что он прекрасно в нем помещается. Для Чаржа чехол будет крупноват, то есть мы ложим Чарж. Как бы закрывается, но по габаритам такой крупноватый, хотя в принципе держится и не летает внутри. Также есть планка для бит, то, что я говорил, вот Лизермана планка, спокойно сюда входит. И миниатюрный карманчик, сюда можно вложить пинцет, зубочистую. То есть, если у вас, допустим, ностальгия по Викториноксам, то можно использовать. Так, есть следующий сок новый. Сзади такое крепление на ремень, пластиковое, с возможностью однорукого одевания и снимания. То есть, отодвинули, одели на ремень, оно защелкнулось. Не слезет. Для того, чтобы снять, надо подорвать сначала так, а потом вверх поднимать. Из пластика, такого плотного, на нем красиво сок написано. Здесь вышито сок на липучке. Значит, опять же, подходит для свистула, а значит и для крупных лизерманов. Защелкивается, все четко. Есть боковые карманы на резиночке, что интересно, в отличие от лизермановских, они здесь прошиты. Удобно. Если, например, мы берем штопор от свистула, то он сюда прекрасно входит, и он не провалится, никогда не выпадет. И можно его спокойно отсюда подтолкнуть и вытаскивать. Есть. Более того, липучки довольно такие сильные. Если вы используете еще набор, например, вот таких вот бит от Викторинокса, то, в принципе, благодаря липучкам можно это все впихнуть. Если же это будет у вас лизерман, то у него планка с битами еще меньше, то, в принципе, будет еще лучше входить, практически даже незаметно для толщины. Следующий чехол. Бёрд. Это от мультитула Бёрд. Бёрд Рэндж или также Спайдер Кост Спайдер Рэндж. На кнопке. Сзади петля. Свисттул. Идеально у него подходит. И опять же повторяю, значит, Сурдж и Супертул 300 у него войдут. Мут уже не войдет, он на сантиметр выше. Что касается чарджа, для чарджа он, возможно, крупноват. Как бы застегивается, но сантиметр есть. Хотя, если для вас это не критично, то, пожалуйста, можно использовать и для чарджа. Кстати, предыдущий чехол тоже я не показал, как в него более малый тул влазит. Вот чардж. Ну, большеват, чтобы закрыть его полностью, но липучка уже не до конца. Но можно. Следующий чехол. Лезерман нейлоновый, вот такой вот, не на резинках. На липучке. Сзади крепления горизонтально и вертикально. Получается, никаких дополнительных карманов нет. Он подойдет для более мелких мультитулов. Например, для Спирита Викторинокс. Четко. Получается так плоско и компактно. Подойдет для, например, скелетула. Изначально этот чехол позиционируется для таких более дешевых тулов. Или для планок с битами. Или зармановских. Тут одна, но их две вот так ложатся. И спокойно можно носить их на чехле. Ой, на ремне. Можно также использовать Викториноксовскую вот эту штуку с битами. Более того, можно докупить пластиковую еще одну обойму с дополнительными битами, если вам этих 10 штук не хватит. И они сюда спокойно войдут. И у вас получается, вот этот инструмент не потеряется. Всегда будет на ремне. Значит так. Возможно, чардж тоже влезет. Да. И чардж влезет. Более крупный берем. Уже нет. Уже не защелкивается. Тоже новый. Следующий чехол. Чехол так называемой системы Молли. Фирма Tasmanian Tiger. Классные чехлы. Огромная липучка. И очень длинная. Позволяет благодаря этому вмещать тулы разной длины. То есть, в него спокойно вмещается чардж. Защелкиваем. И все компактно, красиво. В него же спокойно можно вместить более крупный тул. Например, свисту. Закрываем. И все красиво. Более того, есть запас и на более длинный тул. Допустим, вот у нас тул будет еще длиннее. Мы защелкиваем. И все будет четко и нормально. Благодаря тому, что по бокам есть складки, тул влазит не только сам. Но и, например, даже с набором отверток. Довольно больших. Причем смотрится очень элегантно. То есть, внутри находится огромный набор. Но это не чувствуется. Не по размеру. Значит, не по габаритам. Внутри нету никаких карманов. Там есть петелька с фирменным тасманистским тигром рисунком. Который также вышит на лицевой части. И на кнопке он есть. Плюс такие вот бирочки фирменные. Люблю, когда фирменные бирочки. Они придают, так сказать, фирменности. И система молли. С возможностью снимать, так сказать, если на ремень, без расстегивания ремня. Можно вот так защелкнуть. Горизонтальное крепление есть. Значит, отличный чехол. Тут написано Cordura Fabric. То есть, реально классный, как говорится, тактический чехол. Так, есть. И следующее. Два БУ-чехла. Один от Victorinox Swistula. Собственно. Толстенький чехол. Потому что он имеет дополнительное отделение для вот этой вот планки бит. То есть, сюда помещается сам тул. А сюда можно поместить планку с битами. И вот тут есть еще дополнительное отделение для штопора. То есть, получается, вот так вы можете все хранить. На ремень кожа. Значит, липучка чуть-чуть уже послабела. Но она держит по-прежнему. То есть, она не отпадает. Но слабовато уже. Значит. Ну и также понимайте, что поскольку этот тул можно использовать и для Лизермана. То есть, сюда можно поместить SuperTool 300 Surge. А сюда можно поместить планку с битами. Или даже две сюда влезет. А вот в этот отсек можно поместить вот этот хваленый удлинитель для бит. Лизермановский. И как раз вот это круглое отверстие, там где штопор вмещается, он уже до самого дна. То есть, в принципе, этот чехол можно и для Лизермана отлично использовать. И Лизерман вот такой вот кожаный. Из старых версий. Металлическая блямба. На кнопке. По бокам две резинки. Горизонтальное и вертикальное ношение. Ну, этот уже тул, в принципе, чехол для Чарджа. Также, ну или Вейва. В нем спирит помещается из викториноксовских чехлов. Тоже как бы по габаритам подходит. Что касается SuperTool или SwissTool, уже для него маловат. Все. Субтитры сделал DimaTorzok